Семной посев У нас производился посев по предшественнику рапс Норма высева здесь небольшая 80 килограмм на гектар То есть порядка 1,7 миллиона Схожих семян на 1 гектар Растения прекрасно раскустились В рядке между рядами 12,5 сантиметров В рядке около 15-17 растений на метр погонный Примерно Хорошо все раскустилось От 4 до 12 продуктивных стеблей Мы смотрим очень плотный стеблистой Колос большой, крупный, налитой Все эти осадки пшеница достойно перенесла Выстояла, не полегла Молотить ее одно удовольствие И она сумела сформировать Очень высокий урожай, высокого качества В столь сложных условиях Красивая крупная пшеница Выполнено зерно Обесцветилось, конечно, из-за дождей Потеряло свой янтарный цвет Но качество сохранило Натура немножко снизилась То есть качество Примерно осталось такое же 14,4-14,5 протеин А вот натура подуменьшилась С 800, где-то на 770-ю 775-ю Ну, как бы Дожди такие проливные Никому не идут на пользу Да, в прошлом году Победа 75-я у нас была Был Вообще разреженный посев Около 40 килограмм на гектар Урожайность была Немножко за 70 В районе 76 Ну и как бы Год был более засушливый Чем этот И норма высева Не позволяла Получать такую высокую урожай Здесь уже близко К минимальным рекомендованным Значениям Сорт Победы Это 3-3,5 миллиона Максимум нужно высевать Сорт очень сильно кустится Сорт очень продуктивный Зимостойкий Поэтому заглушать его не нужно Смысла вообще нет Он прекрасно кустится Нажидаем урожая Тут 90 с плюсом Ну вот сейчас Комбайн идет Делает контрольный прокос Придет машина Мы взвесим И мы узнаем Значит Точный вес Здесь длина гона Получается За круг Километр 60 метров Из краев кратности 530 Ну а вес мы узнаем Ширина жадки 7 метров То есть площадь обмолачиваемого участка Порядка 0,72 гектар Хочу заметить Что это На сегодняшний день Один из самых лучших И урожайных сортов Не только нашей отечественной Но и мировой селекции Этот сорт создан Краснодарским Национальным центром зерна Имени Павла Патеримоновича Лукьяненко Институт Лукьяненко Много лет возглавлял Романенко Александр Алексеевич И вот отдел селекции Семеновоза пшениц Который Значит Много-много Ведет Наш талантливший Селекционер Людмила Андреевна Беспалова Академик Российской Академии Наук Вот создали Венец этой природы Сорт Победа 75 Сильная Полукарликовая Очень урожайная пшеница У нас вот есть такие У сельхозтоваропроизводителей У фермеров У агрономов Понятия там Сорта интенсивные Полуинтенсивные Экстенсивного типа Ну как бы понятно Что вот Что такое интенсивный сорт Конечно со мной можно поспорить Но мое личное мнение Это сорт который способен Усвоить больше Минеральных питательных веществ Сорт который более экономно Расходует влагу Сорт который Формирует Более высокий урожай В более ограниченных условиях Как бы так Получается что Если сравнивать Сорт интенсивного типа И экстенсивного типа То разница между ними Будет только то что Сорт интенсивного типа Может усвоить Все те Наши Значит Удобрения Все Наши вложения В интенсивную технологию И дать высокую окупаемость Экстенсивный сорт Просто не способен Их усвоить Он не способен Сформировать Более высокий урожай Из-за своего Более низкого КПД Худшего усвоения Солнечной радиации Ну как бы так Поэтому интенсивный сорт В любом случае Будет иметь Преимущество Перед экстенсивным Значит на низком агрофоне Два-три центера Четыре центера А на высоком агрофоне Он будет иметь И 20 И 30 центеров Прибавки То есть Отличие интенсивного сорта От экстенсивного Только лишь в том Что он способен Усвоить То питание Которое мы ему даем А экстенсивный сорт Просто как бы Не умеет Не может Это подтверждает данные Краснодарского национального центра Зерна Где Мы все знаем Сорт Безосты-1 Он высевался На миллионы гектаров И до сих пор Он как контроль Стандарт Высевается В Краснодарском институте Но вот его показатели Колеблются Около 60 центеров Больше Урожайность На нем получить Просто невозможно Генетически А современные сорта Рядом Буквально в полметра От него Дают в два раза Выше урожай То есть 100-120 центеров Наши современные сорта Полукарлики Дают в одинаковых условиях С сортами Прошлого века Мы думаем Что Вот этот сорт Полукарлик Который имеет Очень выгодное Для нас Сельхоз Товаропроизводителей Соотношение зерна К соломе То есть Соломы мало Зерна Самый высокий урожай Самое экономичное Бюджетное расходование Воды на тонну Значит Зерна С гектара Позволяет Быть нам Быть более успешными Окупать лучше Наши инвестиции В наше сложное время Очень сильно Все подорожало Особенно техника Средства защиты растений За пошлину Не нужно забывать Что Обещали нам ее отменить По-моему Никто не отменит Поэтому нужно Становиться Более технологичными Выращивать Более высокие урожаи Быть более Конкурентоспособными И в этом нам Помогают Новейшие сорта Национального центра Зерна И в частности Вот сорт Победа 75 Четвертый класс Уже большой Нормально 13 Отзвонился водитель С весовой Вес составил 6 450 килограмм С участка С участка 0,7 гектара Это получается У нас 91 91 с небольшим Центера С гектара Зерна Ну то есть Как бы Вот Рубеж 90 центеров Преодолен Хочу выразить Огромную признательность И сказать спасибо Ученым Краснодарского Национального центра Зерна Людмиле Андреевне Беспаловой Нашему академику Выдающемуся Селекционеру Нашего времени Хочу сказать им Спасибо огромное Всему дружному Коллективу И Предложить нашим Крестьянам Современнейший Самый лучший Сорт Победа 75 Ну для этого года Пока На сегодняшний момент Это самый высокий результат У нас есть еще Сорт кольчуга Который сидит Значит На селекционном поле Есть сорт ЦАЦА Очень много Много новинок Мы к ним еще Не дошли Мы их не молотили Есть старые Проверенные Очень высокоурожайные Сорта Как та же Темирязевка 150 Пока урожайность Мы там не знаем Вот из того Что мы имеем На сегодня Это самый высокий урожай И очень с большим Отрывом Показывает Именно Победа 75 Очень много Разных проблем Возникло У высокоростных Крупноколосных сортов Которые легли В момент Цветения В момент налива И очень снизили Свою урожайность Сорт Победа 75 Полукарлик Сильная пшеница Устойчив к полиганию С красивым Крупным колосом Красивое Налитое Выполненное Зерно Зерно очень крупное Масса тысячи Высокая То есть потерь При уборке Практически нет Все зерно Собирается Комбайном И плюсом Ко всему Очень высокое Качество Рекомендуем Обращайтесь Ну и главный вопрос Заслуженного Работника Сельского Хозяйства Теперь Виктору Диченко Дадут? Я думаю Что это больше Политический вопрос Во всяком случае Как бы у нас В районе Заслуженных Работников И награды Наверное Как бы там По Выслуге лет Больше предоставляются Наверное Мое еще все впереди Пока еще не удостоен Музыка Редактор субтитров А.Семкин